Привет всем! Сегодня мы в гостях у человека в правых носках. И будем на самом деле очередной раз говорить про еду, бизнес и жизнь как таковую. Вот вопрос такой смешных карьеров. Взаимоотношение человека и еды на данный момент в Москве. Да, я каждый раз поражаюсь своей воспитанностью и образованностью. Надо бы представить гостя, кто это такой. Потому что не все люди, которые будут смотреть это видео, в курсе слова человеку. Да, мне туда смотреть или на тебя? Меня зовут Лийцкий Дмитрий. Здравствуйте, друзья. Я ресторатор, как я алкоголик практически прозвучало. Но это правда, да. Клуб анонимных ресторанов. Да, мы с тобой находимся в историческом месте. 12 лет назад именно вот здесь, в этом помещении, я открыл свой первый бар. И с той поры вот занимаюсь приблизительно тем же самым. Открываю разнообразные заведения. Ну, буквально пара слов о том, что за заведение. Ну, опять-таки, для не следующих. Ну, я сам, да. Сначала занимался чисто барными проектами больше, да. Такие барно-ресторанными. Первый бар «Куклы пистолеты» был вот здесь вот на этом месте. Потом открыли сеть, которая называется «Дорогая, перезвоню». Которая десятилетие отметят уже в сентябре. Сейчас мы уже больше занимаемся… У нас есть бар «Елочка» в Сочи. Это как бы «Опрыски горнолыжный». Последние несколько лет мы больше уже все-таки занимаемся едой. Мы с тобой сейчас находимся на территории ресторана «Мидпапец», который является частью большого пространства, в котором есть в том числе недавно открывшаяся «Русалочка». Это сушистойка, суши-бар. Ну, и здесь мы продолжим работать с едой. Есть у нас еще тут мысли по развитию гастрономической составляющей этого нашего пространства, которое называется «Вандор комьюнити». Хотя внутри там еще коктейльный бар, он называется «Тейки Тизи». Ну, вот, собственно, Сумбурно рассказал тебе, чем мы вот за эти годы занимаемся и какие у нас проекте. Я понимаю, что есть еще некая деятельность на общественной почве. Абсолютно. У нас еще много, помимо ресторанов, разных деятельностей. Я являюсь президентом общественной организации, она называется «Профессиональный ресторанный альянс». Это действительно общественная организация, направленная на то, чтобы индустрия питания вне дома росла и развивалась, чтобы люди чаще ходили в рестораны, не сидели дома на диване, на жопе, а ходили в соседние кафе, в соседние барчики, ресторанчики, пиццерии и так далее. Вот как раз по поводу ухождения людей в рестораны. Если сравнить то время, когда ты только начинал, и вот сейчас, как изменилось отношение среднестатистического москвича, ну, мы берем, конечно, все-таки человека приближенного, там, целевой аудитории, который ведет активный образ жизни, к, а, еде вне дома, и, б, посещению ресторана в частности. Смотри, ну, сдвиги, конечно, видны. То есть, когда я начинал 12 лет назад, все-таки ресторан без повода, это было роскошество, излишество, да, роскошь и излишество. Никто просто так ужинать в ресторан, конечно, не шел. Лишь малая-малая-малая часть. Ресторан всегда был как-то, ну, вот... Дни рождения, корпоративы. Заявка, да, то есть, ну, либо там... Перед пацанами. Перед пацанами, либо там телочку выгулить, да, там, красиво. То есть, это были походы по случаю? Никогда просто так? Если так, как правило, не просто так. Как правило, не просто так. То есть, какой-то идеи просто взять и вечером пойти есть куда-то, оно, конечно, не звучало. Конечно, за эти, там, 12 лет многое поменялось. Ну, многое, опять-таки, говоря про ту Москву, которая заложена в 14 километрах Садового кольца. То есть, вот здесь мы действительно видим, что что-то меняется. Вряд ли где-то там в спальных районах привычным является после работы приехать, выйти из метро и пойти в ресторан ужинать. Да, это все-таки чаще еще вот та история, да, когда все-таки это должен быть повод. Ну, и надо сказать, конечно, что поколение поменялось. Поколение поменялось, и, конечно, для людей, которым, там, сейчас, там, 25-30, а 10 лет назад, там, было 15-20, да, сейчас вот для этого поколения, конечно, уже это совсем по-другому воспринимается. Плюс самые активные потребители нашей сферы во всем мире, это люди как раз вот 25, там, от 23 до, там, 35. Люди, которые уже закончили институт, они уже работают, но они еще не обременены семьей, ипотекой, долгами и всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем. Да, у нас сдвинулся... Золотой период такой. Да, 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 которого в нашей стране никогда не было, у нас же было принято рано очень всегда, да, узами брака себя связывать. Вот, поэтому сейчас молодые люди, слава богу, для нас не вступают в брак так рано, и до 30-ти, там, лет спокойно, в Москве, вот, в 14 километрах, живут без социального давления, то, что надо уже быстро расписываться, вступать в ипотеку и начинать уже строить дом, растить дерево и вот это вот все, да. Поэтому вот эта категория 25-30 сейчас гораздо более обширная и активная, чем она была там 10 лет назад. Слушай, ну, по поводу, на самом деле, вот пределов Садова, Кальца, могу тебе такой сторонний взгляд сказать? В середине нулевых, когда я переехал на полтора года в Москву из Питера, меня поразило то, что здесь, там, в районе... Ну, я жил у нас там с метро аэропорта, потом на Октябрьском пульсе. И вот если сравнить тогда Москву и Петербург, меня поразило то, что там возле метро есть все. Но там есть какой-нибудь свой ресторан, там есть вот прямо, можно купить какую-то брендовую там одежду, обувь и прочее. В Питере тогда этого еще не было. Поэтому я все-таки надеюсь, что эта история, ну, она хотя бы будет в пределах третьего транспорта. Это, конечно, меняется. Я не могу сказать, что там ничего не поменялось. Это просто не так очевидно и не так быстро все это происходит. Хорошо. Тогда логичный вопрос, протекающий из предыдущего. Что же тогда нужно предпринять ресторатору для того, чтобы конкретно этот человек, не обременный никаким социальным догматом, пришел именно в этот ресторан? Слушай, сегодня на самом деле все достаточно просто и очевидно. Жизнь сама диктует все изменения, которые у нас происходят. Сегодня человеку гораздо больше важнее качество продукта, цена этого продукта, чем внешний антураж, место, куда он идет. То есть, если раньше, как мы говорили, по поводу, люди ходили и важен был статус, куда ты пошел, а куда, а где ты был, да, да, да. То сегодня это все остается все равно. Это у нас там в корнях еще, видимо, долго мы будем это все выжигать. Но сегодня гораздо больше, конечно, люди смотрят, за что они платят, сколько они платят. Время нефтяных долларов в стране исчезло, когда там можно было вот так, да. И человек уже смотрит на этот кусок мяса, на эту рыбу, на эти овощи, что кладут ему в тарелку. Плюс, видишь, количество точек питания возросло многократно. То есть, оно растет, 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 растет. И мы сами себе создаем те самые условия, когда ты вынужден сегодня пахать там гораздо больше, чем 10 лет назад, учитывая, что у тебя конкуренции вокруг тебя, да, огромное количество, а гостей больше не становится. И богаче эти гости тоже, к сожалению, не становятся, да. Поэтому сегодня все про эффективность, про качество продукта, про сервис. Ну вот те золотые истины, которые в нашей сфере всегда вроде бы провозглашались. Сегодня мы, наконец, добрались до той поры, когда действительно это становится критически важным. Уже нельзя просто встать на хорошую проходную улицу и рассчитывать, что этого достаточно. Нифига уже недостаточно. Потому что мы с тобой сидим сейчас на Новослободской, в подворотне. И здесь вокруг нас, в радиусе 15 минут ходьбы, около 150 заведений. То есть, человек выходит из соседнего здания на ланч, 150 заведений дает ему возможность где-то отобедать. Приходится подумать, действительно, как сделать так, чтобы твой ланч был максимально выгодным для него предложением. Вот меня всегда волновал такой вопрос. Москва такой большой город. Как вообще соблюдать свежесть поставляемых продуктов? Ну, то есть, например, там логистика его, это же пока везут и прочее, хранение и так далее. Слушай, на самом деле ничего сложного в этом нет. Москва действительно большой город. Именно поэтому здесь с этим просто. Несколько раз в неделю прилетает и свежая рыба, и свежее мясо. Если ты отъедешь на Тристка, это от Москвы, вот там получить свежую рыбу тебе будет гораздо сложнее. Или свежее мясо. А в Москве как раз с этим никаких больших проблем нет. Мы много общаемся с региональными нашими ребятами, которые просто вынуждены работать с тем, что ездят. И даже рестораны открывают, исходя из того, какой продукт в город вообще можно получить. У нас с этим достаточно просто. У нас есть условно монопольные истории практически в дуополе по мясу, где ты не можешь вот так выбирать поставщиков. А большую часть продуктов ты можешь, поставщик что-то накосячил, не вовремя привез, или не свежий, или что-то. Следующий, пожалуйста, Москва. У них такая же ситуация, как у рестораторов. То есть, их, скорее всего, доросло в десятки раз. Люди поняли, что это, наконец, пользуется спросом, начиная от белых грибов до какой-нибудь травы. Много поставщиков, много, действительно много. Они, как раз, может быть, наоборот, проходят стадию, знаешь, там, если тогда было 150 малышей, а сейчас их там 15-20 уже, там, они объединяются, там, друг друга скупают, как-то поглощают. Их остается там не так много, ну, относительно, да, но все равно всегда есть выбор, и всегда есть возможность купить, не знаю, там, это и там, и там, и там, и там, сравнить по цене, по качеству поставки, по скорости, по отзывчивости, по работе менеджера и все такое прочее. То есть, в Москве, тьфу-тьфу-тьфу, с продуктом большой, большой проблемы нет. Вопрос только цены, опять-таки, этого продукта, потому что, конечно, когда он летит, там, откуда что-то, как-то, то в Москву он вылетает уже, там, ну, с определенным, ну, он же бизнес-классом летит обычно, поэтому... Понятно. Какие критические, если это не секрет, конечно, какие критические ситуации были в твоей профессиональной карьере в протяжении этого десятка, там, с небольшим лет? Слушай-ка, ну, две самые критичные ситуации вся страна пережила за это время, поэтому, наверное, ты знаешь, ну, мощнее ударов-то мы и не испытывали, чем 2008-2014, да? В 2014-м, когда, да, там, в два раза выросла себестоимость всего, что у нас там, да, потому что, ну, валюта, очень много из-за рубежа же прилетает, и продуктов, и, там, бутылок, алкоголя, и все это подскочило в цене в два раза, там, буквально, да, да, несколько месяцев. Вот, конечно, это шоковая терапия. Потом все эти санкции, да, когда, мало того, что дорого, это еще вообще невозможно купить. Ну, в общем, такие истории, на фоне которых все остальное, это такая херня, если честно, все остальное там можно пережить. Конечно, и у нас были там и удачные проекты, и неудачные проекты, открывали мы рестораны, закрывали рестораны, но это нормальная история, как в любом, наверное, бизнесе. Ну, просто, ну, ты, я надеюсь, все-таки уже взрослый, самодостаточный человек, можешь рассказать хотя бы одну историю неудачного проекта, именно в качестве, ну, вот, примера для, там, стартаперов и прочих, когда ты думал, что вот оно пойдет, а оно не пошло? Да, конечно, могу, почему нет-то? У нас был, что лучше рассказать, был у нас пример, когда мы открывали здесь в спальных районах бары в Москве, а был пример, когда мы открывали в Сочи ресторан, вот таких два наших, наверное, там, провала, что тебе интереснее. Ну, открытие баров в спальных районах, мы когда, дорогая, дорогая, перезвоню, сеть развивали, у нас была идея развивать в спальных районах, делать вот такие районные бары, да, районные, районного значения. Да, она здравая, и она, на самом деле, мне до сих пор кажется правильной, но, и мы, может, ее дотащили, но мы попали, во-первых, в тот самый 2014, когда было, честно говоря, уже не до районных баров, а надо было спасать уже центральные бары, которые, нам казалось, уже работают все хорошо, а тут в один момент ты просто начинаешь сначала, и, честно говоря, там, в районах тащить было уже тяжеловато этот проект, вот, но для меня это был, знаешь, какой большой момент обсуждения того, насколько у нас культура все-таки похода в бары отличается от западной, то есть мы-то, мы-то, вроде, делали, ну, районный бар, ты живешь там где-то, да, ты спускаешься вниз, он не притязатель, он обычный, да, там, он не модный, он не какой-то что-то, да, он просто районный соседний бар, и мы, так вот, сталкиваясь с трудностями раскачки этих проектов, хотя там, да, три заведения мы открывали, и два из них там уже работали достаточно долго, столкнулись просто с пониманием того, что у нас люди, в принципе, не особо хотят знать своих соседей-то, да, то есть... Вот, это очень хорошее наблюдение, которое подходит на другую тему, про то, как люди не здороваются в лифтах. Вот, вот, понимаешь, а вот ты думаешь, а почему-то районный бар не качает, почему-то они на западе все раз-раз, все соседи там вечерком пивка, а у нас он даже не знает, он сидит не лестнице, клетки, и не хочет знать, да, поэтому вот эта культура раскачки баров в районах, она вот столкнулась про то, что у нас вот не так, люди вот в одном дворе живут, они не хотят со своим двором ничего иметь общего, понимаешь, что достаточно странно. Хотя, в общем-то, привычно, вот эта история действительно уже не про еду, но еда, это социальный акт, он как бы, да... Еда, она очень пока, потому что, например, вот там, во всех, как там, в Парижах, ну, я просто вожу экскурсионные группы в Париж периодически, там есть прямо вот праздники двора, когда люди выходят на улицу, кто-то какой-то пирог, кто-то... Классический пример, там же ПАБы, да, да, все, все там встречаются, обсуждают новости, а мы не здороваемся в лифтах, поэтому нам и ПАБы, нам и БАР на районе не нужен, вот для этого, да, он нужен для другого, он нужен, чтобы там снять телочку, как обычно, там еще что-то, где-то там, да, как-то что-то, но вот этой социальной потребности, социализироваться в своем микромире у нас не существует, поэтому вот БАР как-то, вот он вот раз и, да, и с ним тяжеловат становится. Мы-то такие, знаешь, я насильно по миру путешествуем, там, смотрим какие-то, вот давай сделаем, у нас такого еще нету, а он начинает думать, а надо нам такое, а мы вообще такие, да, ведь БАР появляется как формат не просто так, он вот как по требованию общества возить, да, в той же Англии эти ПАБы, когда появились, где он же даже, что такое ПАБы, это public place, изначально, да, сокращение от публичное места, вот нужно ли это публичное место, там, где-нибудь в Солнцево, в Строгеново, в Митино, и оно там не нужно никому, никто никого видеть не, знаешь, вот, поэтому это не про еду, не про цены, а вообще про социальное поведение. Я могу как пример привести, вот, я купил квартиру в Сестрорецке, в Петербурге, это, ну, такой полублатной район, то есть там есть как дорогие особняки, так и пятиэтажки, и там в новом доме люди в основном все здороваются, туда заехали уже такие, ну, правильные срезы, вот, людей видно, там, и по машинам, и по одежде, и по тому, как тут, куда ездят, а потом я купил еще квартиру в самом центре Петербурга, в доме строкопроцессчицы, и я там просто вынужден вот так вот спускается, тетенька, я просто ей в глаза говорю, здравствуйте, потому что пока я так не сделаю, она со мной не поздоровается, это, и это вот в этой культурной столице нашей Родины. Притом, ты знаешь, при всем при этом, это достаточно интересно, потому что я жил, я сам из Подмосковья, я родился там, и до лет 9 жил в коммунальной квартире, в небольшом двухэтажном доме, где все дружили, то есть в советское время же это было, где мы, как мы просрали это, вот, за какие-то там 30 лет мы вообще просрали вот эту вот коммуникацию, понимаешь, странно. Слушай, круто очень, хорошо, второй кейс. Второй кейс в городе Сочи, мы делаем большой фестиваль, там он называется Гастрит, гастрономический большой фестиваль, ресторанный. У меня там живет хорошая подруга, коллега и бизнес-партнер, сейчас Женя Суфиянова, и мы с ней замутили там, значит, какой-то бизнес, наш проект, мы там раз в году проводим мероприятие, а это постолимпийский Сочи, и мы такие там подумали о том, что, наверное, сейчас город будет развиваться, ну, да, ну, как бы это не просто там наша предпосылка, да, действительно, люди туда переехали, утажжение переехало, куча народа туда, ты же тоже это знаешь, да, то есть, там, Москва-Питер были национальным притяжением для всей страны, появился Сочи, куда все там, многие уехали работать, строить бизнесы, что-то там, ну, и деньги-то в город все равно потекли, и государственные, и частные, там, какие-то ивенты стали проходить, формулы, не формулы, фестивали, это же много всего, и нам показалось, что пора уже городу Сочи оторваться от хинкали, шашлыка и хачапури, и что-то такое более интересно гастрономичное воспринять. Это, наверное, самый большой кейс, там, порядка, наверное, 50 миллионов рублей в итоге мы там оставили, сделав прекрасное место под названием Гроза, которое, которое там в TripAdvisor сразу вошло там в десятки каких-то там лучших ресторанов города, было бы, я думаю, на первом месте, но вот так вот город Сочи не поддался, то есть, там забавная была история, потому что одновременно открывались мы, одновременно Робопорт открывал там два места Микояна и Китайскую грамоту, где-то одновременно мы и закрывали потом, да, то есть, в итоге, потом вот Боря Зайков открыл там плакучую иву, не знаю, как там у него дела, но вряд ли думаю, что суперфеерично, так вот город Сочи почему-то... Шашлык, победит. Вот так остался, да, на уровне шашлыков, кальянов, нет, там есть парочка очень неплохих ресторанов, есть местных, локальных, но ничего больше так и не стало там происходить в астрономическом ресторанном мире. Хорошо, раз ты являешься председателем некого society, да, общества, расскажи вообще, как у вас это все происходит, ну, то есть, в чем выражается деятельность этого общества, как вообще вот, как вообще рестораторы общаются друг с другом, насколько они друг друга любят, ненавидятся и так далее. Ты знаешь, так получилось, что вот именно я там, моя компания и наши проекты стали такими объединяющими возрастами. Так получилось, что мы сидим очень много по стране, ездим, знакомим людей друг с другом, проводим какие-то образовательные штуки, что-то еще, что-то еще, что-то еще, вот, поэтому, ну, ресторанный бизнес очень локальный, да, то есть, ты же не конкурируешь с человеком, который работает в Самаре, да, ты там, ты конкурируешь с человеком, который работает в Москве, поэтому обычно вот рестораторы одного города, они друг с другом дружат по необходимости, а в целом очень все там дружелюбны, да, ну, нет, Москва, если честно, ты знаешь, Москва уже стала таким городом, где уровень развития бизнеса такой, что мы по большому счету становимся все гораздо более открытыми, под каким-то даже совместным идеям, совместным проектом, вот, коллаборации всевозможные тому подтверждение, да, то есть, Горыныч открыли, там, Сютенков и Зарьков, да, там, когда, казалось бы, там, конкурируют с других проектами, здесь они объединились, где-то там Новиков, там, и Васильчук открывают что-то, вот эти постоянные какие-то совместные истории, проекты, коллаборации, они в Москве уже стали вообще нормой, да, то есть, все мы в конечном итоге открыты, и суть-то объединения нашего идеологии-то какая, да, что чем мы будем конкурировать, деля какой-то, да, вот кусочек своего пирога, вот эти вот проценты затрат на нашу отрасль в кошельке обычной семьи, лучше мы объединимся и постараемся пирожок чуть-чуть увеличить, да, лишний раз сказать людям, что не надо им брать в кредит, там, 16-й айфон, это не то потребление, да, что ты закредитованный сидишь дома и говоришь, что у него нет денег на рестораны, это не то, обычный европеец, он ездит на старенькой машине, он не покупает все брендованные вещи, он не пользует последний айфон, но он завтракает сразу в своей кофейне, он выходит с утра выпить кофе, это просто другая модель потребления в целом в голове у людей, да, вот мы когда говорим про наше ресторанное объединение, мы вот это хотим, мы хотим у других отраслей отжать чуть-чуть, да, а не вот заниматься конкуренцией за нашу, за наш вот кусочек, сколько там, 3,8% тратит в среднем семья на питание вне дома как таковое, вот если мы постараемся из 3,8% сделать 5,5%, вот тогда мы все будем жить хорошо, а когда мы будем продолжать биться между собой за 3,8%, который еще по статистике вот так сужается каждый год, и мы там все локтями больше и больше бьемся, да, то вот это не очень правильный подход, вот. На протяжении всей беседы у меня постоянно вот вертелось на языки слова понты, тормозящий момент, и вот тут я уже не выдержал его произношу, то есть мы еще начинали, когда разговор с схемой потребления, вот 10 лет назад, когда люди ходили часто именно из-за понтов, а не из-за понтовых заведений. Действительно, я брал с датскими секундством интервью, и я даже научил ее этому слову понты, потому что она мне пыталась объяснить на английском, что это такое, я говорю, это вот оно, она говорит, да, это скорее всего оно, то есть вот... А как на английском будут понты? Вот, я не знаю, как на английском понты, а она немножко говорила по-русски, по-русски называется вот так, вот просто запомните это, потому что она говорит, вот эти вот большие вот эти машины, вот зачем они в Петербурге, она мне спрашивала, да, датчанка, а я к ней на велике приехал, ну и так далее. И вот, насколько все-таки этот тормозящий момент? Что они не могут позволить себе... Хотя, не знаю, хотя я вот с нас схожу по Москве и вижу, что там... Сейчас уже нормально, там, платишь, а в уху заточить, даже там какому-нибудь такому понторезу. Это должно быть модная шавуха, нет, это должна быть хорошая хипстерская шавуха, которая открыл какой-нибудь диджей там интересный, да, вот что-то такое, да, это не так... У нас, к сожалению, это действительно очень общество так устроено. Вот я был в Америке, мы там, когда вот в Америке путешествовали, мы приходим все время, знаешь, в какие-нибудь места, в какой-нибудь там кафе Джуниор, где придумали чизкейк, например, когда-то в 50-е годы, потом он покорил весь мир, да, или какой-нибудь там Катс Деликатесен, который открыл там 100 лет назад наш там эмигрант из Белоруссии. И у них все стены увешаны фотографиями знаменитости. А это такие простые кафешки, это так, ну, вот прям, ну, вообще я. То есть вот настолько забегаловка, да, и ты приходишь, и ты там, и какие-то звезды Голливуда, и какие-то спортсмены, там, баскетболисты какие-то, чуть ли не президенты, да, ходят в обычные эти места. И я, насколько не могу представить это у нас, что действительно какая-нибудь звезда вот пойдет и зайдет, вот, не знаю, там, в обычное кафе съесть там шавуху. Рыгаловку. Ну, ну, пусть даже не рыгаловку, пусть это будет просто, я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Я знаю достаточно много известных людей, они на самом деле нормальные люди. Я там и работал же на телевидении, в принципе, ну, я знаю многих там звезд разных, там, и богатых людей знаю. Они нормальные, но почему-то вот это вот, ну, нет, ну, как я зайду. Может, ты считаешь, потому что нас люди тоже вести себя не умеют, ты же зайдешь, тебя же там разорван, ты же там нормально не поешь, и это вот начинается, знаешь, там, ну, блин. Может, поэтому, черт его знает, да, он не может просто пойти и нормально поесть пельмен, нормальных пельменей, да, потому что там вот так все, умрут только вот такого вот этого, да. У нас такие понты, они как-то вот в крови, наверное, цыганщина такая. Скоро, в какие-то огненные ситуации, там, с клиентами, не знаю, с персоналом и прочее, которые ты иногда с коллегами рассказываешь за чашкой чая, за рюмкой чая, если, опять-таки, не секрет, ну, то есть, такое, знаешь, чисто поржать. Чисто поржать. Уверен, у тебя их было. Слушай, ну, такой вопрос, конечно, самый не такой, надо что-то иметь наготове, сейчас сход там начинает там вспоминать. Я тебе лучше расскажу про одну из наших там игр, в которые мы здесь в свое время играли, иногда вспоминаем такие штуки с персоналом. Игра называется Фанты, сотрудники приходят утром, и менеджер берет их на обычных бумажках, пишет какие-то названия, там, блюд, напитков, которые надо продавать. Ну, такие, это игра такая, типа, на продаже. Потом они все в шапку, там, а, не, не, вру, сейчас, в другом, не так. Сотрудники сами, приходя, пишут эти Фанты. Ну, ты играл в Фанты когда-нибудь, да, там, что этого Фанту, то этого. Вот они пишут разные, там, разные штуки на бумажках. Это могут быть разные задания, ну, из серии, там, не знаю, поцеловать следующего гостя, который зайдет в дверь, там, в лоб, да, там, не знаю, ходить задом наперед, там, 15 минут, залезть, там, на стойку и спеть песню, там, в лесу радио съелочку. Вот что им с утра в голову приходит, то они на этих бумажках и пишут. Потом они все раз, там, в шапку бросили. Менеджер объявляет, что сегодня надо продавать. Ну, например, продаем сегодня стейк Рибай, продаем сегодня, там, двойную порцию ребер, продаем сегодня, там, коньяк Хеннесси Иксо, двойную порцию или что-то там еще. Вот он список этих блюд, там, напитков назвал. Все, начинается работа. Если ты, как официант, продал что-то, там, из списка, который менеджер сказал, ты можешь из числа своих коллег выбрать жертву. Ты, конечно, мне, там, пришел к менеджеру, говорит, вот я продал, пожалуйста, двойной Хеннесси Хо. Менеджер тебя спрашивает, что, кто? Он говорит, да, вот там, Дима, пусть идет к шапке. Я иду к шапке, там, вытаскиваю задание и вынужден идти его выполнять, там, да, я, там, говорить с гостем на тарабарском языке, пока он сам не скажет, что вы несете, да. Я, там, подхожу, начинаю, там, поднести чушь, просто, непонятно, да, пока мне гость, там, начинает говорить, типа, все, я, там, отработал, дальше, там, знаешь, самое интересное, гости начинают в это все вовлекаться, потому что им же интересно, типа, а что это было такое? Ну, вот у нас тут такая игра фанта и все, ладно, а что надо купить? А вот давай сейчас двойной, там, какой-нибудь, там, ребра, давай, давай, на всех сейчас возьмем, все, взяли двойные ребра, я отыгрался, пошел, там, Олечка, давай, тыди вверх к шапке. Ну, и такая вот игра, там, раньше мы, когда, первую барбу, кукла-кула-пистолет, он такой еще был более разудалый, мы такие всякие штуки очень часто применяли. гости веселились, сотрудники веселились, там была еще одна опция, что если сотрудники, которые на смене сейчас продадут все из этого списка, тогда менеджер-то идет к шапке, тащит менеджеру задание, и менеджер будет выполнять какую-нибудь штуку, которую они там написали. Через 10 лет, как ты видишь себя? Слушай, ты знаешь, честно, я вот не из тех людей, кто ставит какие-то там цели, задачи и что-то там добивается, я такой в потоке, знаешь, я вот, честно говоря, давно уже работаю ради процесса, а не ради результата, то есть мне нравится то, что я делаю, и я надеюсь, что через 10 лет мне будет нравиться то, что я буду делать через 10 лет, а что это будет, сейчас даже загадывать мне сложно, потому что 10 лет назад, там 11-12, я только вообще задумался о том, чтобы прийти в ресторанку. Буду ли я через 10 лет еще в ресторанке, я, честно говоря, не могу на 100% сказать, потому что жизнь такая богатая и разнообразная, особенно в нашей стране так все лихо может поменяться в любую сторону, поэтому хрен его знает, что там будет через 10 лет, но думаю, что будет кайфово в любом случае. Помимо кухни, ресторанов, хочешь, что тебе придет по жизни? Что меня придет по жизни? Да многие штуки на самом деле, и спорт, и музыка, я вот сейчас в этом году купил себе пианино, решил научить играть на пианино, ну как, ну, симпатизатор, конечно, не пианино, а пианино. Вот, и я сейчас учусь играть на пианино, стоит 43 года, играю дома. Когда-нибудь, друзья мои, вы придете в одно заведение господина Левийского, и там будет и графанты, вовремя, которые, судя за ним, будут играть на пианино. Ну, вполне может быть, да, почему нет? Да-да-да. Это уже известная тема, что каждый год я там в костюме Деда Мороза что-то готовлю. Вот, можем ввести еще одну традицию, чтобы я там раз в году на пианино что-нибудь там настукивал, да? Ну, что ж, дорогие друзья, будете в Новый год в городе Москве, возможно, вам посчастливится услышать, как Дедри Дебинский. Да-да-да. Ну, а вы оставляйте свои вопросы, комментарии под этим видео, на самые интересные мы постараемся ответить. Следите за нашими следующими выпусками, будет еще масса всего интересного, масса замечательных гостей. На этом я хочу с вами прощаться и с тобой. Отличный лучшийся диалог, поговорим не только про еду. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok